Здесь замешан страх, тот фальшивый бог не просто шутит, он пользуется нашими страхами, понимаешь? Александр Виш. Личность. Книга первая. Душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам? Глава пятая. Действие вируса. Структура и механизм действия вирусной системы. Продолжим. Сейчас расскажу про сам механизм действия вируса Лич и то, как это выглядит в вашей повседневной жизни. Будучи отрезанными от истинных знаний, люди руководствуются в своих мыслях и поступках только тем, что видят и тем, что показывает их жизненный опыт. Но если вы живете в искривленной системе и видите неестественную искривленную картину жизни, то чего будет стоить ваш опыт и будут ли ваши выводы, основанные на таком опыте, настоящими, верными? Применение своего земного жизненного опыта для оценки происходящего называется внутренней или материальной логикой. Для объяснения физических процессов и явлений, которые находятся внутри трехмерного мира, это работает, но часто работает также искривленно, в полном соответствии с искривленной вирусной системой. Но проблема и очень серьезная проблема заключается в том, что человек применяет материальную логику и к общим, божественным, духовным процессам, о которых имеет очень слабое представление. Он пытается втиснуть все это в рамки внутренней логики, при этом делая самую большую ошибку. Он наделяет все остальное, невидимое для него, человеческими качествами, нередко образами и принципами человеческого поведения. Иными словами, очеловечивает. Повторю, это в корне ошибочно. Люди не чувствуют, именно не чувствуют, того, что то, что они видят, это только часть конструкции и тем самым не могут по-настоящему принять то, что трехмерный мир – лишь один из множества миров. Также ошибочно думать, что такое мышление и действие не влияют на ту часть трехмерного, в которой вы живете. Все очень взаимосвязано, и результаты таких действий – а это не что иное, как искривление пространства – возвращается бумерангом к тому, кто явился источником такого искривления. Но не в виде наказания, а в виде им самим же созданных трудностей жизни. Выход 1. Дать истинные знания, иначе ничего не поможет, ни опыт, ни наука. Потому как, к примеру, та же наука на Земле лишена полной информации, из-за чего идет совершенно в другую, тупиковую сторону. И строятся на внутреннем, материальном опыте, что приводит не к ответам, а к еще большему количеству вопросов. Многое из достижений науки у вас становится недоступным, засекреченным, и ученые в результате, не имея полной информации, идут по пути заблуждений. Получив истинные знания и сопоставив их с происходящим вокруг вас, вы сразу увидите и поймете, что действительно происходит на Земле и ради чьих интересов. А происходит следующее. Лич, искривив сценарий, выстроил схемы питания, и для внедрения и функционирования этих схем на Земле, искривляя энергетические потоки, создавал и создает свои иерархические модели. На данный момент на Земле формируется, готова к воплощению и уже начинает действовать последняя стадия вирусного сценария. Заключительный вид вирусной системы с определенной иерархической конструкцией – глобализация. Земная модель системы вируса в настоящее время. Сейчас ваша земная модель системы вируса такова. На самом верху иерархической лестницы находится закрытая элита. Это те люди, которые считают себя настоящими правителями Земли и принимают сами, как им кажется, решения и законы, по которым будет жить население на всей планете. Они всегда и при любых обстоятельствах остаются в тени. И не из-за боязни, как можно было бы подумать. Это расчет, а именно использование сформировавшегося, но ошибочного мнения. То, что невидимо, того не существует. Это дает полное отсутствие ответственности. Представители закрытой элиты не разделяют себя по национальности, по вероисповеданию, считают себя людьми мира, думая, что выполняют самую высокую миссию, наивно полагая, что обладают сокровенными, тайными знаниями. На самом деле, они тоже обмануты вирусом, так как все они пустые. Их воплощение одноразовое, ими полностью управляют основные сущности – мозг вируса Лич. Их тянет козлу, как пчел к цветам. Они знают, что смерть идет и хотят посмотреть. Но обычная смерть им не интересна. Их интересует чрезвычайное насилие и ужас. Сами представители закрытой элиты не понимают этого. Их разум помутнен, находясь под воздействием самого вкусного пряника вируса, обладанием абсолютной властью. Именно поэтому часто кажется, что то, что происходит на Земле, является результатом управления либо инопланетной цивилизацией, которой нет никакого дела до условий жизни землян, либо следствием управления людьми неадекватными. Закрытой элите много чего обещано, от реинкарнации в нужное место только что переселять, если они пусты. До высших титулов в других мирах тоже обман, так как Солнечная система блокирована от остального мироздания, и лич властвует сейчас только на совсем крошечном участке трехмерного пространства. Единственную манипуляцию такого рода, которую с закрытой элитой периодически производит лич, это перенос информации из одного мозга в другой. Делается это под видом переноса души, но это обман. Настоящая цель – сохранение действующей системы. Люди закрытой элиты нужны вирусу, но нужны лишь только для того, чтобы использовать их в качестве переводчиков между истинными целями пиявки и обоснованием необходимости выполнения этих целей. Но уже как будто бы в виде решений закрытой элиты, подведя под это понятную всем материальную логику и обязательно обеспеченными якобы благими намерениями. Далее эти решения уже в понятном, переведенном для простого обывателя виде спускаются вниз, на следующую ступень иерархии – публичной элите. Публичная элита – это главы государств, политики, банкиры, миллионеры, миллиардеры, главы корпораций и их семьи. И если среди политиков и глав государств могут появляться одухотворенные, то среди глав корпораций и банкиров это почти исключено. Эти две категории составляют самую главную опору системы лич. Там не место дыханию души, не место совести и сомнениям. Там самые надежные оковы лич – деньги. Но в основном это не их деньги. Все деньги на земле принадлежат закрытой элите, поэтому представители публичной элиты – лишь управляющие деньгами тех, кто стоит на ступень выше. Публичная элита делится на две части. На управление, управление государствами, контроль денежных потоков и обратную сторону, как это свойственно системе вируса, контрольный орган. Это тоже публичные известные люди. Их присутствие наблюдается практически в каждом государстве. Вне зависимости от строя, смены власти, они постоянно осуществляют контроль. В том числе и контролируют правительство, в которое сами они никогда не входят, но находятся всегда как бы при власти, даже если она меняется. Их задача – чтобы все двигалось согласно планам закрытой элиты. Именно они непосредственно и контактируют с ее представителями по закрытым вопросам, получая от них инструкции. Они одухотворены, но только для того, чтобы быть более убедительными в своих речах. В основном это крепко спящие. По причине одухотворенности они креативны. Ведь они не могут быть только исполнителями, каковыми являются пустые. Представители публичной элиты, включая контрольный орган, тем более они догадываются о том, чьи на самом деле решения они принимают и чьи интересы они представляют. Они считают конечной инстанцией закрытую элиту, которая, по их мнению, имеет непосредственный контакт с Богом и является наделенной сокровенными знаниями, обладающей дарованной, якобы, создателем божественной силой. Методом переноса информации от одного мозга в другой и клонирования, что периодически практикуются в закрытой элите, а иногда и в публичной элите, можно создать мистический эффект. Результатом таких манипуляций стала фальсификация, которая дает ощущение наличия прямой связи с Богом, на что, как на крючок и попалась публичная элита, уверовав в божественность закрытой элиты. Действия публичной элиты видны народу, которые по цепочке считают уже ее конечной инстанцией, иногда догадываясь, что наверху есть кто-то еще, но все эти догадки превращены в слухи и специально размыты путем вброса огромного количества разной противоречивой информации. Лич умело поступил с элитами, где-то путем изменения сознания через генную мутацию, добавив ложной мистики, подтверждением этого может служить наличие у вас различных тайных обществ. А где-то просто все было обосновано понятной материальной логикой. В любом случае, для элит вирусам придумана своя версия происходящего, которая навсегда отделила и отдалила их от остального населения. Версия, основанная на внедренном в их сознание мнении о своей исключительности. Исключительности своей мессии и якобы знаний тайн, которые не могут быть доступны простым смертным. Публичная элита также обманута обещаниями переноса души в желаемое место, переноса сознания и наделением их якобы существующими мистическими знаниями. Но все равны и независимо от иерархического статуса, истинные знания недоступны в равной степени никому из них. Этого, похоже, не знают элиты. Ведь происходящее на Земле служит ярким тому подтверждением. Да, перенос души в другой скафандр возможен, но только через реинкарнацию. Существует определенный механизм воплощения души в трехмерное. Помни, вирус – паразит, и ничего не создавал, а лишь использует готовое. Это относится и к системе воплощений. Душе необходимо обрасти телом, другого варианта не существует. Но в случае элит, в планы лич и такой перенос не входит. Лич занимается перемещением души в нужное место, но с совершенно другими целями и, повторю, только путем реинкарнации. Его настоящие цели – поместить как можно больше душ в сложные условия. Что дает гарантию вирусу выработки негативной энергии, исключить появление отдухотворенных в закрытой элите и выборочно в нужном месте поместить души в публичную элиту для сохранения и укрепления своей системы, продолжения сценария боли. Но все же обман с якобы перенесением души из одного тела в другое периодически имеет место быть. Пустому говорится, что его, то есть душу, хотя ее нет, перевоплотят в другое, молодое, здоровое тело, чтобы он смог унаследовать власть или деньги. При этом ему и его близким сообщается, что после перевоплощения душа переходит в другое тело и что старое тело энергетически истощается и прекращает жизнедеятельность. После проведения операции у родственников нет сомнений в реальности произошедшего. Ведь человек, стоящий перед ними, знает все до мельчайших подробностей о себе и каждом из них, но только уже имеет другое тело, черты лица, если не создан клон. На самом деле происходящее не является переносом души, это только перенос информации из одного мозга в другой. А пустой, очнувшись после процедуры переноса, удивляется, что он все еще никуда не переселился и его устраняют, а вся его информация хранится уже в новом пусто. Но чаще он даже не успевает прийти в сознание. Повторю, здесь нет никакой фантастики. Все это реально, все это пример условий вашей жестокой системы, все это искривление. Продолжу. По всей видимости, несмотря на имеющуюся у элит информацию противоположного характера, кто им ее предоставил, думаю, понятно. Не знают они и о том, что перенести сознание из одного скафандра в другой, а точнее идентификацию себя в пространстве, само ощущение того, что ты это ты, находясь на земле, находясь в воплощении, невозможно. Можно лишь перенести информацию из одного мозга в другой, и сделать это не представляет особого труда. Но это все равно будете уже не вы. Физически и сознательно вы останетесь в том же теле, особенно если вы одухотворены. У вас просто появится информационный клон. Но, кстати, если такое проделать с одухотворенным, а именно, переписав чью-то информацию в мозг одухотворенного, то очень высока вероятность, что у него возникнет синдром раздвоения, так как душа несет память от текущего воплощения, и стереть ее никак нельзя. И у него начнут смешиваться картинки, и от такого раздвоения сознание начнет путаться. Но, повторю, в любом случае не произойдет такого, что ты проснешься после пересадки памяти в другом скафандре. Да, со стороны будет полное ощущение, что перенос состоялся, ведь тот, кому пересадили, к примеру, твою память, будет знать о тебе все до мельчайших деталей и будет считать, что он – это ты. Но это будет лишь работа его мозга, а твое сознание, твое «я», твое «эго-я» останется при тебе и никуда не перейдет. Просто, повторю, будет эффект клонирования памяти, будет два носителя твоей памяти – ты и тот, кому ее перенесут. Сохранение информации путем перезаписи ее из одного мозга пустого в мозг другого такого же пустого вирусу для своих целей более чем достаточно. Душу ему нужны исключительно для питания и переписывать информацию из мозга в какую-то душу, перенеся затем эту душу в пустого и тем самым якобы одухотворить пустого, для лич это не только совершенно бессмысленно, но и просто невозможно. Причина, почему невозможен перенос информации в душу, заключается в том, что вирус может проникнуть в скафандр, может проникнуть во все материальное, но в духовное ему путь закрыт. Пробраться в душу он не может, а значит и записать какую-либо информацию на нее, или стереть и перезаписать уже имеющуюся информацию внутри души, у вируса нет никакой возможности. В противном случае он давно бы съел все души. Ответ на вопрос, почему вирус не может проникнуть в духовное, дам позднее, когда у тебя будет чуть больше информации. Именно возможность проникновения в душу толкает вирус на сложные манипуляции, связанные с получением им своего питания. Но предположим невозможное, хотя бы для того, чтобы ты лучше понял, что это просто бессмысленно для вируса. Предположим, что все-таки переписали информацию из мозга пустого в душу какого-то, кто одухотворен. Что произойдет в результате? Сознание пустого все равно останется с ним. Если даже скафандр идеально служил в вирусной системе, он все равно останется на земле, превратившись в прах, и сознание его так же растворится с последними импульсами его мозга. Тело всегда одноразовое, а мозг – лишь часть тела, и ему никак невозможно превратиться в душу или обрести душевное дыхание. Пустой тело все равно не реинкарнирует, он не покинет это измерение, а останется растворяться в земле или будет отдан во власть огню. Душа, получив информацию мозга пустого, сразу поменяет свои свойства, свою структуру. А как иначе? Ведь информация полная, и негативные поступки, и даже причастность к искривлению энергетических потоков там тоже зафиксированы. Поэтому жизнеспособность ее будет под большим вопросом. Но допустим, что такой душе удалось реинкарнировать и вновь воплотиться. Конечно же, с помощью пиявки в нужное место. Как воспользоваться информацией, находящейся в ней? Способ 1. Подключить к скафандру? Но это недопустимо для вируса. Ведь душа, соединившись с мозгом, не станет способствовать совершению поступков, нарушающих законы отца. А значит, в этом случае, лич просто получит очередного проснувшегося, а информация, так необходимая вирусу, будет потеряна. Зачем ему нужен такой риск? Такие сложности? Душа для лич – источник питания. Зачем ему разбрасываться таким ценным материалом? Ведь, находясь в элите, с одной стороны, душа не будет так полезна для вируса в плане питания, так как там практически нет проблем, и душа не будет производить негативную энергию в необходимом объеме. С другой стороны, и что очень важно понимать, имея непосредственное отношение к огромной степени искривления энергетических потоков, какое имеют элиты, душа катастрофически изменит свою структуру и погибнет. Возможно, даже раньше, чем покинет скафандр. Кроме возможности накормить себя, вирус не интересует в душе ровным счетом ничего. Его больше заботит правильность функционирования скафандров. Вирусу нужны роботы, исполнители без страха и упрека. А душа, воплощенная в скафандре, даже в отключенном виде, всегда имеет шанс на переподключение, воссоединение и получение возможности управлять. Для лич совершенно ненужный риск иметь предсказуемую ситуацию внутри закрытой элиты. Манипуляцию с переносом памяти могут провести и с одухотворенным. Информация из его мозга также перейдет к новому скафандру, но пустому. А его душа, за ненадобностью, ведь тому, кто сделал перекос, важно только то, что хранится в мозге, будет отправлена на реинкарнацию и возвращена снова в непростые условия и подальше от элит. А может кто-то из элит догадался об этом и поэтому решил отомстить? И теперь то, что происходит в вашем мире, есть результат его обиды? Вряд ли, ведь всем управляет лич. Но это их игры, и бороться ни с кем не нужно. Бороться с ними, с системой, не имеет смысла, так как результатом борьбы будет только еще большее выделение негативной энергии. Все это, наоборот, сыграет в пользу вируса, а для вас будет изменением ваших души свойств. И в лучшем случае, гарантия возвращения после реинкарнации обратно на Землю, чтобы продолжать мучиться и питать тем самым лич, а в худшем приведет вас к гибели. Подавляющее большинство людей на Земле спящие. Вам не удастся их разбудить. Максимум, чего вы добьетесь, убедите их поверить вам. Но как только вас объявят сумасшедшим, а это первое, что будет сделано, и будет вброшено много ложной, порочащей вас информации, количество ваших сторонников сразу поубавится, уменьшится до минимума. После этого вы будете отправлены вирусной системой в карман, а затем на реинкарнацию уже в надежный скафандр. Правильный путь и главная цель научиться обходить влияние вируса ЛИЧ. Тогда все остальное постепенно перестанет на вас действовать, и у вас будет шанс убежать из этой фермы по сбору энергии боли. Каковы характеристики этого продукта? Отличное качество сыр. Превосходный продукт. Это, эмм, невероятно бодрящее сырье. Но вернемся к иерархической модели вашей системы. Народ. Нижняя ступень иерархии в системе вируса ЛИЧ. Все остальное население, которое в свою очередь поделено на множество мелких иерархических ступенек. В основном, как я уже говорил, по принципу материального достатка, либо по уровню наделенной власти. Подробно останавливаться на этом не буду, так как абсолютно все входящие в эту часть являются огромной плантацией по производству душевной боли, периодически теряя и достаток, и власть. Здесь никому не дают покоя. Здесь царство суеты, сердца насосной станции. Остановлюсь на том, как выглядит сам процесс питания вируса, что происходит в этот момент, что вы чувствуете при этом, каков механизм и как действует лично вас, и как проявляется это в вашей обычной жизни. Для лучшего понимания сначала приведу примеры из вашей жизни, а потом расскажу о том, чем это является на самом деле. Думаю, многие из вас замечали такое. Вдруг, без особых причин, у вас меняется настроение в худшую сторону. Вы в своей голове накручиваете негативные мысли, вспоминая какие-то неприятности из своей жизни. Настроение портится и вам становится плохо. Но вдруг, буквально через полчаса, час, все восстанавливается. Согласись, странно, ведь вы за это время не стали богаче, вам не сообщили хорошую новость. Одним словом, ничего не изменилось к лучшему. Ничего не произошло из того, что послужило бы поводом возвращения нормального настроения. Пусть что угодно вам рассказывают про то, что это гормоны, что это особенности вашего организма или вашей психики. Все это полная ерунда. Действия гормонов, химические процессы в организме действительно проявляются, но это лишь следствие. Причина скрыта от вас. У многих, населяющих другие звездные системы трехмерного пространства, тоже есть гормоны. Но почему-то нет таких ощущений. На самом деле, в этот момент вами пообедали, точнее закусили, так, чуть-чуть. Если, конечно, рядом не оказалось еще кого-то из ваших родственников или знакомых, которых вы успели вовлечь в свое плохое настроение, в этом случае вы произведете как минимум двойную порцию питания для вируса. Или такой пример. У вас что-то не получается, что-то не осуществилось, и тут же сваливаются другие неприятности. Как вы говорите, все к одному. Вы снова пережили обеденное время пиявки, став обедом для сущностей лич, но уже в более крупном объеме. Еще пример. Вы занимаетесь делом, что-то создаете или продвигаете в расчете на результат. У вас появилась надежда и практически уверенность в том, что то, что вы хотите, вот-вот произойдет, и по непонятнейшим причинам вдруг все рушится. Рушится без вашего участия и вины, и вы ничего не сделали для того, чтобы так получилось. Это опять прием пищи вирусом. А все, что предшествовало этому, было приготовлением энергетического блюда. Напряжение от ожидания. Как вам и пообедали? Все просто. В вас активировались определенные программы, которые вирус постоянно внедряет в ваш мозг. В результате этой активации вы в каждом вышеназванном случае испытали душевную боль и тем самым выделили негативную энергию своими переживаниями накормили вирус. Ваша энергия это еда для вируса и с каждым новым его обедом вы становитесь все слабее. Вам сложно поверить в то, как можно питаться энергией? А что делаете вы, когда едите фрукты, овощи, мясо, хлеб? Вы тоже поедаете энергию, только получаете ее через продукты, а вирус это делает через вас в скафандре. Из-за отсутствия знаний вы каждый раз попадаетесь на крючок, принимая это за обычную ситуацию, считая объективными причины ваших ссор и неприятностей. Думаю, что так устроен мир. Не мир, а система. Система сложнейший механизм. Самодеятельность недопустимо. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность. Не путайте мир и систему, особенно систему, в которой вы живете. Мир устроен правильно, искривлены условия вашего существования. Что? Ты чего себе возомнил? Кто ты такой, чтобы оценивать систему? Обладая знаниями, вы бы понимали, что это так и не допустили бы многого из того негативного, что происходит в вашей жизни. И в конце концов, обрели свободу и отстранились от этой беспросветной, полной негатива игры. Что наша жизнь игра? Позже я поделюсь с тобой практическими методами, как обходить эти ловушки и ты заметишь, как изменится твоя жизнь к лучшему, если ты применишь их. Ловушки видны только со стороны. Находясь внутри ловушки, не увидишь ничего. Внимательно смотри вокруг и различай. Задавай вопросы в пустоту. Каждый твой вопрос должен начинаться со слова «Зачем?». Только постоянно спрашивая «Зачем?» можно выйти по цепочке на самый верх главной тайны, разгадав которой все остальное станет понятным. забав «Зачем?» «Зачем?» Субтитры сделал DimaTorzok Этот боженька приколист делает бизнес на страхе. Он знает, что те, кто боится, пойдут в храмы. Вы тоже, вижу, напуганы. Снимите это. Не смей никогда трогать религию.